всем привет с вами ольга и в этом видео покажу пустые баночки это будут пустые баночки тюбики в общем только-только декоративная косметика так что оставайтесь со мной начну с тональных средств у меня есть четыре пустых тюбика и первый крем тональный идеальное решение серии айтуа это молодежная линейка фаберлик в оттеночке 6209 у меня закончился показать тут мне уже к сожалению вам нечего там тюбик полностью пустой и активно я его использовала весной потом там уже осталось чуть и принципе я его добила по текстуре он довольно плотный то есть нанести на чистое лицо которое не например на котором нету крема дополнительно практически невозможно он плотный он так довольно тяжело распределяется но если вы сначала увлажните лицо а потом нанесете вот этот крем то он ляжет тогда хорошо он имеет хорошую степень маскировки и если у вас есть проблемы на лице он их еще будет в течение ну как бы дня то есть вы тональный крем нанесли день ходите у вас все воспаления подсушиваются вот как раз когда у меня была весной такая нормальная проблема с лицом вот этот вот крем меня очень выручил и еще использовала в то время точечный корректор но он пока не кончился поэтому меня здесь нет в общем кого проблемы действительно обратите внимание крем недорогой и именно от воспалений очень хорош второе не знаю стоит показывать или нет но покажу так как он пустой это биби крем от дебора мой любимый оттенок 04 абрикос я не знаю сколько я уже таких использовала и у меня еще один последний остался в заначке такого сейчас к сожалению уже в каталоге фаберлик не купить я думаю что в магазинах где продается дебора может быть такой еще и можно найти но он уже стоит намного намного дороже а так конечно он классный и по эффекту и по цвету и ну вот вообще супер и последнее что у меня осталось из тональных средств это вот такие два пустых тюбика увлажняющий тональный крем с корректирующим эффектом сиси крем из серии skyline и он в данном каталоге вот вообще в настоящее время в каталоге есть так что его еще можно приобрести в оттеночке у меня они были 40 ой 62 45 оба значит по цвету по текстуре по качеству по всему они мне понравились и их использовала вот как вы можете видеть две штуки но это было за лето используем до конца тут солнцезащитный фактор spf 15 и если у вас кожа не склонная к шелушению не сухая на нормальная то можно даже наносить его примут на чистое лицо немного плотного так трудновато распределять вот поэтому легче конечно нанести сначала дневной крем немножко подождать и потом уже сверху нанести вот этот крем стопроцентной коррекции он не дает то есть если какие-то явные проблемы он их не перекроет но вот если особых проблем нету то как и крем как именно выравнивание тона без маски без эффекта маски очень даже достойное средство дальше закончились у меня румяна тоже skyline конечно выглядят они страшновато вот все что осталось я думаю что это можно считать что они закончились румяна эра красоты 62 51 это в оттеночке персиковый это по моему уже вторые румяна из skyline которые закончились понравились классные и на лето я ими очень любила пользоваться потому что вот немного загорелое лицо именно персиковый оттенок в общем классно смотрелся такие вот страшилки я их выкидываю кисточка кстати вот это вот меня вообще раздражает и ее трудно вынимать она она неудобная на самом деле то есть вот она такая маленькая держит двумя пальцем потом ее сюда тяжело обратно так вот как-то и надо вставлять непонятно поэтому я использовала обычную кисть а так по качеству румяна мне понравились следующее что покажу это тени во я старалась честно значит такие закончились faberlic еще из старой серии коричневых оттенках тут уже стерся артикул в общем это были коричневые я не помню уже их название не помню их артикулах в каталоге все равно уже нету таких есть как бы немножко измененные то есть там капельку оттеночки другие по качеству ничего не изменилось это запеченные тени они ложатся и на базу и без базы и держатся целый день и можно их влажным способом наносить и обычно наносить то есть очень многофункциональные и действительно ну наверное из каталога это лучшие тени с лучшей такой вот пигментации и самые наверно долго такие сидящие совсем тоже старички вот такое вот трио запеченных теней тоже в коричневых оттенках тут конечно еще можно я понимаю поковырять да но я думаю что тоже можно считать что это дело закончилось хорошие были тени они вот эти менее пигментированные чем вот эта четверка хотя это тоже все одна серия секрет-стория ну вот закончились и закончились когда я особо не жалею тоже старье честно развалилась все поломалась вот такие тени от дебора фиолетом я не пользовалась потому что ну потому что он просто мне не шел и делал мои глаза как будто я или болею или плакал только что а вот эти вот коричневый и такой золотистый я использовала под конец уже эксплуатации так скажем они начали дико осыпаться но я так думаю что это в сроке годности тоже кроется поэтому выковыривать я уже до конца не стала кажется мне что они уже умерли давно поэтому вот эти остатки которые есть я просто выкидываю и последние тени вот такие тоже коричневые но я люблю очень коричневые в этом драй игра цвета 5242 все что у меня осталось вот здесь вот еще конечно есть ну уже это неудобно на самом деле выковыривать поэтому тоже выкидываю тени вот эти вот мне понравились они средней пигментации в каталоге не знаю коричневый есть или нет но вот например в голубых и фиолетовых тонах вот такие палетки точно есть они хорошо наносится они тоже хорошо сидят они в меру перламутровые то есть они не такие что как не знаю вырви глаз как новогодняя елка ну то есть такие довольно спокойные не очень броски и на дневной макияж я пользовалась ими с удовольствием здесь не небольшой объем вот этих вот теней самих вот но вот видите зато можно использовать до конца и уже выкинуть со спокойной душой так дальше а вот у меня еще завалялась тональные я говорю все вот это к сожалению уже нету биби крем фарфоровая матовость из серии премиум вот но закончился поэтому показываю было помпо дозатор желтоватый такой оттенок имел очень легкие наносился на очищенное лицо отлично супер маскировки никакой не давал просто визуально делал ваше лицо более таким свежим более здоровым и более наверное ухоженным то есть как просто как дневной крем с легким таким почти незаметным тональным эффектом вот когда совсем не было проблем на лице я вот им пользовалась удовольствием так из линейки аир стрим кислородное сияние закончился этот я крем покупала один раз результат в одно касание spf 15 тут и тоже многофункциональный биби крем по оттенку осталось покажу такой в каталоге есть поэтому можно показать такой вот он желтоватый и меня даже сначала это желтизна немного напугала но вот при распределении он очень легкий такой нежный хорошо он распределяется также на очищенную кожу без какого-либо дополнительного крема то есть он дает увлажнение питание еще легкий тональный эффект вот хорошо подстраиваться под тон кожи но опять же это легкий легкий крем если есть какие-то недостатки то они у вас на лице и останутся еще и серии жар птица и уже как бы и в каталоге тогда нету ну вот ну вот так у меня есть еще такие продукты это были румяна румяна нужно сказать были хороши они были похожи на секрет история какой-то там кружева по-моему в общем трехцветные тут они были и классные было довольно много они между собой хорошо перемешивались и давали такой приятный очень оттенок закончились и жар птицы это был наверное лучший продукт дальше вот такой корректор абсолютно уже видите страшные в непотребном виде потому что постоянно таскала в косметичке вот этот стик я так и не использовала то есть он какой-то такой тягучий пластилиновый оттягивал вот здесь вот кожу под глазами поэтому знаете только если точечного так вот какие-то недостатки замаскировать а вот здесь вот корректор внизу жидкий который вот я там открывала вытаскивала назад а чтобы полностью его оттуда достать и несколько точечек под глаза ставишь вот так вот как бы вбиваешь немножко и все он очень хорошо маскировал и сейчас у меня такого же плана только из серии секрет стори тоже я довольна так сейчас возьму тут по уходу за ногтями сейчас покажу закончились у меня из серии умный цвет си си пак вот такие вот два лака закончились полностью в конце их очень тяжело доставать потому что тут неправильная форма такая баночки то есть приходится так немного на бок потом там выковыривать но вы знаете не не сохнет до такой степени я имею в тюбике что невозможно накрасить то есть такое довольно долгоиграющий лак закончился оттеночек 7344 это наверное солнечный мандарин я не помню по названию но в общем вот такой вот полностью и вот такой синий это 7360 классные лаки мне они нравятся они действительно имеют такую текстуру которая выравнивается сама вот у меня кстати сейчас тоже из этой серии на ногтях только друг другая тема из совсем старого закончились вот такие вот два лака ни того ни другого уже тоже в каталоге нету поэтому останавливаться как бы сильно на них я думаю смысла нету мои любимые покрытия я их просто обожаю у меня вот я уже несколько их повыкидывала в пакете было наверно штук 545 где-то так вот значит это покрытие которое мы наносим на цветной лак она делает глянцевый такой дает финиш продлевает стойкость маникюра и многие думают что на ногтях шелака на самом деле нет это просто вот это покрытие и конечно еще дает эффект очень быстрого высыхания то есть можно накрасить ногти потом нанести защитное покрытие 71 81 и минут через пять уже идти например мыть посуду или даже стирать что-то руками то есть уже с ногтями ничего не случится поэтому вот эта вот штука у меня вообще незаменимая и всегда всегда я ее покупаю дальше тушь у меня так мало закончилась всего лишь две штучки здесь есть это моя любимая секретный сигнал даже не моя любимая а одна из моих любимых серия секрет стори фаберлик секретный сигнал я ее использовала до конца тут уже даже остатки подсохли дает удлинение небольшое объем подкручивание то есть все что надо ну в таких вот в разумных как бы пределах и не склеивает по использованию наверное месяца два два с половиной можно свободно пользоваться далее начинает вот уже в тюбике не знаю только кончаться то ли подсыхать но уже в общем не комфортно потому что начинает комкаться и еще из skyline вот такая вот тушь которая дает эффект изгиба у нее такая идет щеточка немножко загнутая ну с этой немного сложнее по эффекту она разделяет реснички придает действительно такой небольшой изгиб но вот нужного объема с этой туши я добиться не могу то есть вот начинаешь красить 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 ее наслаивать потом комочки потом она осыпается так закончила но не могу сказать что уж особо осталось ей довольно первые дни да неплохая потом через буквально наверно месяц месяц где-то можно еще так пользоваться но опять же не достигая того эффекта у меня и особо настроение как бы не было и пользоваться потому что хотелось больше объема а после месяца она уже начала вся сыпаться и в общем как то так мои любимые подводки которые снялись производства вот такие я думаю что не только я их любила вот с таким носиком все закончились я конечно есть еще в запасе парочка все равно этого хватит не очень надолго поэтому наверное буду если фаберлик не предложит какого-то аналога с таким вот фетровым наконечником буду искать других марках потому что такая подводка очень удобно для губ закончился вот такой бальзам и плюс он назывался и он должен давать увеличение визуальное губам ну вот как бальзам как уход мне он очень нравился по поводу увеличения губ на моих губах на моем личном примере из серии эксперт а вот у меня как раз лежит вот такой вот бальзам и серии эксперт разглаживающий дает мне намного больше эффект нежели вот это вот сыворотка но так вот как уход она хорошо хорошо себя показывает следующее что у меня осталось это такая вот страшненькая кисточка от моряки выбрасываю знаете вот она вроде как не вылезла да то есть она такая же плотно набитая но я уже не могу ее отмыть мне кажется от старости то есть оттуда лезет не только пыль какая-то хотя вот я ее мыла перед тем как выкинуть а именно вот какие-то ворсинки непонятные то есть может это оттуда в общем вообще тяна какая совсем уже а так кисть была хорошая ей пользовалась более чем два года вот я думаю что уже пора на самом деле ее определить по мусорку и еще у меня остались помада для губ значит из старой серии секрет стори это тоже тоже без артикула без ничего в общем я уже такой покупала именно в таком же оттенки и вот еще одна очередная закончилась по-моему это называлось утренние него если я не ошибаюсь вот все что осталось там пыталась кисточкой ковырять потом нет надоело и все хорошая была помада сейчас каталоге тоже представлен секрет стори но вот в таком именно оттенки я так и не нашла хотя у меня есть все пробники и я покупала именно из новой серии полноразмерной вот именно такого оттенка нет вот такая вот старушка все не могу выкидываю просто уже невыносимо 43 34 фантазия покупала когда только зарегистрировалась в компании вот смогла использовать до такого состояния она перламутровая она мне не нравится просто как она смотрится на губах не особо особенно на солнце вообще прям так что блестит блестки какие-то и блестки которые ощущались поэтому все надоело нам не выкидываю вот такая моя любимица очередная я использовала таких наверное штуки 3-4 оттенок 43 71 называется антигуа она у меня сейчас на губах но вернее уже и и остатки после стольких дублей она дает влажный финиш такая она как блеск бальзам наверно как помада блеск вот что-то такое то есть она нежная такая невесомая полупрозрачная и очень хорошо сидит на губах это была лимитированная серия это уже практически ничего не осталось на складе о серии айтуай с горем пополам я добила я считаю что это уже тоже можно считать что она закончилась вот такую помаду 46 29 она перламутровая она тоже блестящая в общем не не особо как бы в радость она мне шла она мне первое время вроде как понравилось потом солнце светит или когда искусственное освещение такое ощущение что в комнату только одни губы вот они у меня небольшие но вот эти вот розовые такие прям губище и не особо смотрелось так тут еще тоже старушка остаток такая вот осталась штучка это кристальная волна я очень любила не буду даже говорить оттенок и пытаться вспомнить его в общем очень я любила эти помады и это было именно начало с чего я начала пользоваться помадой то есть раньше потому что помадами там тети красятся совсем уже взрослые а для помоложе над блески вот но потом попробовала кристальную волну и после этого теперь у меня уже я помада маньяк то есть блески я больше не покупаю и еще закончилась у меня тоже старушечка 44 95 я даже уже серию не вспомню как называется но в общем такая вот помада так что что тихоньку я свои запасы все-таки разгребаю использую и конечно докупаю новые без этого никуда пока это были все мои пустые баночки из декоративной косметики спасибо за внимание до новых встреч всем пока